Впечатление. Так называется персональная выставка одесской художницы Тамары Кручененко, которая открылась в Музее изобразительных искусств в минувшую пятницу. На суд зрителей представлены 28 работ, которые были написаны в разные годы. Тамара Яковлевна начала рисовать еще в раннем детстве. И это увлечение было настолько сильным, что стало делом всей жизни. Закончила художественную школу сначала при училище Грекова, потом инженерно-строительный институт, архитектурный факультет, затем педагогический институт Ушинского и всегда рисует и еще, кроме всего, преподает изобразительное искусство детям. Представленные на выставке картины написаны маслом. Стиль полотен разный, что отображает творческие предпочтения художницы. Если начинала она как художник-реалист, и вот некоторые полотна, как раз доказ, свидетельство являются тому, например, ее полотно апельсины. Чисто реалистическое изображение, украинский рушник, стеклянная ваза, апельсины яркие, то теперь мы видим, что все больше ее тянет к импрессионизму, потому как любимые ее художники Ренуар, Клод Мане, и все больше проглядывает это импрессионистическое начало, потому как и всякий художник его тянет куда-то в высоту, он не столь даже рисует именно сами предметы, сколь настроение. А еще она призналась мне, что она в большей степени портретист и с величайшей любовью создает портреты. Портреты ее разъехались буквально по всему миру. В разных странах можно встретить владельцев ее портретов и в европейских странах, и в арабских. Она говорит, что ее портреты есть и в Соединенных Штатах Америки, и в бывших республиках Советского Союза, и во Франции, и в Италии, и везде. Ее любимые персонажи следует отметить – это птицы. И вот, наверное, как и всякого поэта, как и всякого художника, тянет ввысь птицы. Ведь это олицетворение чего-то красивого, благородного, свободы. А художник – это и есть свободный художник, поэтому, наверное, не случайно это желание рисовать птиц. Здесь у нее и розовые фламинго, и белые павлины, и самые разные другие птицы. По словам Тамары Кручененко, у нее нет любимой картины. Ей дороги все до одной. Тамара Яковлевна даже называет их своими детками. Когда рисую, чувство, как будто бы я лечу. Я радуюсь, когда рисую. Я очень оптимистично, верю в лучшее. И в своих работах тоже красочные, яркие, цвета чистые использую. Я думаю, что мои работы дают, несут добро и позитив, и радость и праздник. Вот я так стремлюсь, хочу, чтобы у людей было всегда все хорошо, праздник на душе. Когда будет, будет и здоровье, все плохое уйдет. Работы художницы не оставили равнодушными ни одного посетителя выставки. Ее картины очень свежие, очень яркие. Она рисовала их от впечатления, как бы передает впечатление от увиденного, от природы. Поэтому и все это передается зрителю. На протяжении всей жизни она всегда рисовала. Вот я сколько ее помню, у нас всегда где-то какие-то зарисовки, какие-то у нее наброски, и портреты в основном она рисовала. И они у нее одевались, они у нее индивидуальные, так как вот особое видение у нее как художника и творческой личности. Вот это направление у нее очень хорошо получается. Цветы, природа, и все у нее сказочно, это красиво. И желаю ей творческих успехов. И дальше продолжать рисовать и радовать нас, окружающих и весь мир. Персональная выставка Тамары Кручененко будет экспонироваться в музее до конца июля. Так что жители и гости города могут познакомиться с творчеством одесской художницы.